Всем привет! В эфире Дикие Новости. Мы выходим каждое воскресенье. Подпишитесь, чтобы не пропустить свежие Дикие Новости. В правительстве не поддержали проект правил добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, за исключением водных биологических ресурсов. Дело в том, что к целям добывания объектов животного мира автор проекта отнес предотвращение страданий больных и травмированных животных. Однако в тексте полностью отсутствует порядок подтверждения заявителем указанного состояния животного, а содержание мер по предотвращению страданий никому не ясно. Как бы это глупо не звучало, но добывать краснокнижных животных в России хотят для их сохранения. Поясню. Суть трофейной вип-охоты заключается в изъятии старых и больных особей исчезающих видов животных за очень большие деньги, которые в свою очередь должны пойти на защиту, охрану и воспроизводство остальной популяции. И на самом деле, чего уж греха таить, существуют подобные примеры в мире. Таджикистан, в котором сохранили популяцию барана Марко Поло, где местные жители, несмотря на запрет, колотили его ради пропитания. А теперь за организацию одной охоты на своей территории горная община получает деньги и может купить 200 баранов, и не надо никуда бегать. Тем самым фактически устранено браконьерство. Но мы живем не в Таджикистане, мы живем в России. И многие подозревают, что распределение лицензии будет иметь особенно на первоначальном этапе колоссальную коррупционную составляющую. И почему-то нет уверенности, что вырученные деньги от вип-охот пойдут по назначению. А если честно, то 99% охотников в России вообще все равно. И они не мечтают повесить шкуру белого медведя у себя над камином. Я вот тут вам шкуру белого медведя принес для камину. Ну и куда? У нас и камину-то нет. А печка как же? Готовитесь к сезону охоты, занимайтесь рыбалкой и туризмом, распродажа в магазине трофей, огромный выбор товаров со скидкой 15% по промо-коду природа. Также скидка действует в интернет-магазине. Спешите. Американский охотник снял с дрона снежного человека. Охотник из американского штата Оклахомы заявил, что снял на камеру дрона, очень похожее на снежного человека, существо. Дрон-охотник использовал, чтобы проверить лесной массив на наличие оленей. Но нашел нечто иное. Гарри снежный человек. Йети существуют. Я по этому случаю расскажу свою историю про снежного человека. Лет 10 назад на утиной охоте был у нас случай. Добыли пару уток, которые упали через бровку в тростник. И один из моих друзей, имя которого он просил не упоминать никогда, разделся догола и полез в болотную чачу за добычей. Хочи только лучше. Говорят, нету человека снежного. Пробравшись через заросли на соседнюю бровку, голый, весь измазанный торфом, он встретил двух чернижниц, собирающих ягоды. Вы можете себе представить эту картину? Визги и крик раздавался на все болото. Такой скорости бега по пересеченной местности позавидовал бы любой загонный лось. До сих пор в соседней деревне ходит легенда о снежном человеке. Ей-богу, это не шутка. Слава богу, что по итогу никто от него не родил. Так вот я тебя и разыскивала, мальчик. Думаю, кто мою Татьяну обидел? А следующая новость для любителей ощутить северный колорит охоты на гусей осенью в Карелии. Организация охоты на гуся, палаточный лагерь, столовая, баня, лодка, болотоходы, скоротки и чучела, мигрирующие гуси уже ждут вас. Для бронирования тура, кому это интересно, можно позвонить по телефону или перейти на сайт охотнагуся.ру и забронировать место. Десятилетний опыт работы не оставит равнодушным ни одного охотника и искателя приключений. Я, кстати, в этом году тоже собрался в Карелию. Ни разу не был. Поэтому полон надежд и новых знакомств. Все ссылки прикреплю в описании. Потрясающая новость! В Татарстане уменьшена максимально возможная численность кабанов. В ранней версии документа максимально возможная численность составляла 14 тысяч особей. Затем ее решили сократить до менее одной тысячи. А теперь и вовсе сократить до 357 голов. Всему миной говорят АЧС. И для ее предотвращения в будущем сокращают численность. И эта клоунада из года в год происходит в каждом регионе, где есть кабаны. Охот-пользователи скрывают фактическое количество кабанов в ЗМУ. Либо это чревато. Также скрывают падеж. Ибо ублюдские санитарные нормы закрывают охоту не только на кабана, но и на все остальные виды. Как сократить популяцию в АЧС, чтобы инфекция с помощью кабанов не распространялась? Если охота закрыта, а санитарный отстрел не работает. Театр абсурда. У нас в регионе второй год подряд закрывают охоту из АЧС. Охоту на все. Если кабаны передохли в первый раз, то по истечению года они так и не появились. А АЧС вспыхнуло снова, как и в прошлом году в фермерском хозяйстве. Но кабанам уже было все равно, ибо они сдохли заранее еще в прошлом году. Поэтому получается политическое желание усидеть на двух стульях. И охотничьи вид сохранить, и АЧС предотвратить. Благодаря искусственному сокращению численности. Но сколько недовинной педаль газа машина не поедет, если в баке нет бензина? По-моему, все это понимают. Кстати, у нас бензин подорожал. А сколько у вас в регионе стоит литр? Клитролитр! Клитролитр! В Сибири бешеная лиса насмерть разодрала двух хозяйских собак. В Красноярском крае лиса, зараженная бешенством, напала на двух хозяйских собак. Лиса пробралась на участок, собаки начали грызню с хищником. Однако бешеная лиса смогла справиться с обеими собаками. В итоге собаки погибли. На шум во дворе выбежала хозяйка дома, которая с помощью подручной садовой утвари прибила бешеное животное. Хозяйка проходит лечение. Кроме как охренеть, конечно, от таких новостей больше ничего не остается. Что это за собаки такие, которые вдвоем не смогли справиться с лисой? Расскажу эту историю своему соседу, который уверяет, что его шпиц – мощная машина для убийств. А если по существу проблема бешенства пострашнее африканской чумы кабанов? Потому что заражению подвержены все. И с ней хоть и борются, но не так эффективно, как все с той же АЧС. У меня есть уникальное предложение. Откроем массово в России корейские фермы по выращиванию съедобных собак. Поверьте мне, сразу найдутся люди, которые на законодательном уровне полностью истребят заразу из наших лесов. Лосиный крематорий под Екатеринбургом, где сжигают на покрышках трупы погибших животных. Жители села Шилкун обнаружили, что в паре сотен метров от их домов появился импровизированный крематорий. В небольшой карьер возят туши лосей, кабанов и других крупных животных. Кладут на покрышки и поджигают. Черный едкий дым при этом подымается высоко над селом. Покрышки относятся к четвертому классу опасности, их запрещено жечь. Но такое топливо используется службой благоустройства Сысарского городского округа. И таких крематориев насчитывается аж 6 штук. Пресс-служба утверждает, что лоси и кабаны в крематории попадают с автомобильных дорог, где животные погибли в результате ДТП. Это уникальный случай в копилку моих рассуждений о современном отношении общества друг к другу, экологии и природе в целом. Где охотники-убийцы, которых нужно запретить, ибо они наносят сокрушительный и непоправимый урон дикой природе. А горящие трупы на покрышках лосей и кабанов радуют своим ароматом местных жителей. Но вряд ли этот случай затронет скудоумные души экозащитников, даже если это будет твориться повсеместно. Ибо в виртуальном мире, где на завтрак подают шампанское с круассанами, а если кто-то пернул, то обязательно розовым облаком с ароматами полевых цветов, не существует борьбы с реальными проблемами. Потому что в инстаграме про них не рассказывают. На трех охотничьих участках Сахалина запретили на три года охоту на дичь. В Корсаковском районе Сахалинской области сразу на трех участках запрещена охота на болотно-луговую и водоплавающую дичь. Запрет в целях сохранения популяции будет действовать до 16 июля 2026 года. В целях сохранения популяции. Какое красивое словосочетание. А что еще интересно, кроме запрета охоты, будут делать для сохранения популяции? Истребят полностью американскую норку, перебьют чаек, вороны, других хищников, создадут кромовые базы, построят гнезда, произведут выпуск окрепшей молоди. Нет. Просто закроют охоту. Я очень сильно хочу ошибаться и заранее прошу извинения у Минприроды Сахалина. Но хотелось бы чуть больше информации. Охотники Сахалина, обращаясь к вам, пожалуйста, расскажите, как обстоят дела у вас на острове. Как проходит работа по воспроизводству природных ресурсов? Прав ли я? Или хорошо, что извинился заранее? Но все-таки я прав или не прав? Вообще похуй ее. Иркутская область страдает от засилия бурых медведей в регионе. Власти Иркутской области рапортовали о резком увеличении популяции медведей в регионе. Их насчитывается почти 10 тысяч особей. Такой перекос опасен для населения, а также создает дисбаланс природных сил. В регионе уже подключили профессиональных охотников, чтобы урегулировать вопрос с резким ростом медведей. Если упустить момент, медведи могут начать устраивать нападение на человека. Если упустить момент и не начать возрождать в обществе отношения к охоте как к благу, то в следующий раз не будет возможности обратиться к профессиональным охотникам. Наш брат стареет, и молодежи приходит в охоту катастрофически мало. И не только из-за драконовых законов для владельцев оружия, но и вырождение охотолюбия, а также из-за ограничения и недоступности цен охоты для большинства. Давайте честно, страшно подумать, что будет через 50 лет. Я знаю, что медведи никуда не денутся. А вот охота и охотники. Как вы думаете, что нам нужно сделать, чтобы сохранить нас как вид? Не бойся, смерть легкая, геройская, медведи задрали. А это были все дикие новости на этой неделе по мнению нашей редакции. Спасибо, что ставите лайки и комментируете. Пусть у всех все будет хорошо. А хорошо ни с чем не перепутаешь. Будьте счастливы. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом.